всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте давно я совочку вам не показывал и вот решил показать потому что за это время маленький ребенок вырос великолепную леди набрала в росте хвостик стал уже женский такой да и девушка она уже давно уже становится потому что услышите заяц орет это он ей песни поет потому что дамочка у нас сейчас в охоте мы ее прячем чтобы ахальник не залез и там ничего не учудил заяц я тут если чем видео снимаю хары орать трубаза слышь мужика несет он никого не слышит не понимает она уже становится полноправной самолюшкой голос не общий кошачий сомали по-другому разговаривает внешний вид шерстка но это шелк голимый шелк на глаза характер но это моя девочка спим вместе она приходит и забирается ко мне на койку я где-нибудь что-нибудь делаю заходит забирается на колени сидит мурлыкает может прийти чего-нибудь у меня со стола стащит ну я и конечно разрешаю это делать даже сам подкладываю ну тем не менее потаскушка еще то ей нравится что-то вытаскивать ну и плюс ко всему куда бы ни пошел она всегда рядом всегда со мной даже если за компом придет и смотрит на экрану сядет рядом помогает кнопки на клавиатуре нажимать ну это ребенок который принимает участие во всем но она может себя вести как обычная кошка заберется где-нибудь рядышком с тобой не будет спокойно тихо сидеть да такое тоже есть это полноправный член семьи как и все остальные сомали это не та кошка которая будет часами где-то углу сидеть вы ее не видите не слышите это это офигеть что за кошка вот так так пошли я тебя спрячу не случайно у софочку показал потому что на канале есть как минимум два человека которые ждут появления хвостатых один мужчина и один девушка юная леди так вот ребята для вас вот софочка только что и передала привет миша тебя имел ввиду хитрый лис мяу так с кошками разобрались по поводу результатов прошлого видео ребята я доволен я доволен потому что вы меня услышали основная идея которую хотел донести что бритье настолько всеобъемлющее что можно выбирать принципе то любую крайность если человек выбирает крайность по богатому и берет себе станки за 250 баксов а помазки за 600 это его право но если он может себе это позволить но а если подавляющие люди большинство людей себе этого не могут позволить и они берут что-то простое там за 100 до 150 за 200 рублей конечно же их это и тоже их право но лишний раз хотел показать что этими пусть и не самыми дорогими станками можно вполне себе комфортно великолепно бриться и вот эта разница 250 баксов и 250 рублей на мой взгляд состоит лишь в том что это другие материалы другое качество изготовления это это знаете это как побаловать себя любимого вот да вот есть у меня остановка 250 рублей и я им хорошо бреюсь у меня все по кайфу мне все интересно но у меня есть средства я хочу себе что-то эдакое вот человек идет ищет себе что-то эдакое берет но это не значит что он на 250 баксов стал лучше бриться это значит что он взял себе какое-то украшение из мира бритья которое будет великолепно брить и да конечно же лучше чем за 250 рублей но не на 250 баксов человек себе выбирает специальный инструмент который да будет стоить но который не значит что и вот только им и можно побриться это как во всех остальных сферах нашей жизни вы можете взять допустим обыкновенный молоток да и спокойно им херачить воде забивать а можете заморочиться пойти магазин и взять молоток ну допустим с антивибрационной ручкой уже не кованый допустим а литой и или наоборот был литой взяли кованный и там у него там еще допустим там специально там еще гвозди выдирать и он весь такой эргономичный в руку вам как люка и ты понимаешь ну да вот это молоток но это не значит что тот молоток за 150 рублей не может забивать гвозди будет будет просто этот несколько покруче а функционал то один и тот же гвоздю забитым быть поэтому щеки не быть бритой тут каждый выбирает сам ну и пожалуй хотел бы начать с больного для меня пример автошеева моего лосьона дежавю проходила для меня скажем так маленечко в триморной обстановке потому что где-то просто так нервничал где-то сам себя накручивал причина была проста я сделал то что нравилось мне но не знал понравится ли это вам поэтому ходил как дурак из угла в угол пока не понял ну ты сделал сделал успокойся будь что будет и вот это будь что будет случилось автошеев стал поступать массы первые люди которые его получили начали писать отзывы к сожалению пока больше на сайте нежели в тех магазинах где покупали ну со временем я думаю появится и там и тут тут произошло то чего я больше всего хотел будем на что больше всего надеялся и во что никак не хотел верить но она все-таки случилось абсолютному подавляющему большинству лосьон понравился понравился люди оценили его уходовые оценили его запаховые составляющие оценили то что он не только останавливает кровь регенерирует кожу помогает заживлять ранки если не дай боже вы что-то поставили ухаживает за ней увлажняет но плюс ко всему он еще работает как глицерин ну фу блин одеколон про увлажнение вспомнил и глицерин в голову пришел тем более саня подолян саня огромное тебе спасибо недавно такую на канале у себя лекции очень хорошую по глицерину выпустил парни кто не видел сейчас ходите посмотрите я уж думая про глицерин все знаю а нет там у сани много чего интересного например вот то что я точно не знал это то что ну в смысле парни говорили об этом что если допустим глицерин есть и ты его наносишь на кожу но он может глицерин и из тебя тянуть то есть не удерживать влагу а из эпителия вот внутреннего тянуть и это не изгуд а саня объяснил почему потому что если вы перевлажненной среде среде если вы в обычной среде если вы в такой среде где в принципе влага в воздухе присутствует вам опасаться нечего а если вы вдруг в очень сухом помещении там где в воздухе влаги мало и вы вдруг умудрились этот глицерин на себя нафигачить вот тогда очень даже может получиться что глицерин оттуда и начнет тянуть но есть все таки один вопрос на который александр не ответил это процентное соотношение процентное содержание глицерина лично для себя я знаю какое я его не превышал я его добавил именно столько сколько рекомендует причем у него есть определенные вилки я взял золотую середину я не стал забираться в максимум и датала его не опустил то есть он менял золотой серии середине и вот при такой концентрации даже сухом помещении будет ли происходить то о чем еще только что говорили или нет вот у меня очень серьезные сомнения но не все скоту масленица один отрицательный отзыв все-таки был так а где я сейчас даже скажу кто андрей тихонов андрей тихонов прислал сообщение надо сказать это одно единственное из общей массы где у человека вместо положительных были отрицательные эмоции во первых запах ему не очень понравился он его словар сравнивается русским лесом от новой зари никогда прочел это сообщение рванул на следующий день в этот филиал новой зари тут магазинчик понюхал не согласен но тут глупо об этом говорить потому что нюхал котов у каждого своя ну то есть вот для андрея это так для меня это так но с русским лесом новой зари вообще даже не сравнить ну вот для меня во всяком случае гораздо более печально и другое то что андрей получил андрей да да андрей если запахом хай с ним тут достаточно и мховая составляющая каждый видит запах по-своему только гораздо более печальная для меня все-таки другое то что у андрея возникла аллергия на этот продукт с одной стороны я прекрасно осознавал что такое может быть потому что все-таки продукт натуральный и то есть там два настоя там синтетика вообще насколько можно она сведена к минимуму если она вообще там есть но все-таки надеялся что этого не будет а нет это случилось я не просто надеялся что этого не будет я это и проверял я специально узнавал то фокус группа которая принимала участие в тестовых забегах по ароматам их порядка где-то 14 человек там нашло всего два аллергика и ничего такого не было совершенно и даже это наверно все-таки для меня вторично нежели другое первично для меня это моя любимая она аллергик со стажем с 2002 года 2002 году одна сука по-другому его не могу назвать доктором лить хренов жалко я тогда в америке был я пьем угли гланды через задницу вырвал так вот занялся самолечением лариски был насморк хронически она пришла туда и он и какой-то корень носоглотку запихал говорит пройдет прошло вместо этого у него все лицо пухло она была как бубен шамана и что делает этот доктор он ее выводит за порог и говорит иди там вот тебе скорую надо вызвать вот так это сука поступила со слов лариски она говорит сама не знаю как я говорит дошла до какого-то там медпункта на какой-то больнице ей помогали врачи все-таки помогли и вот начиная с этого года она жуткий аллергик приступы могут ее настигать и весной и летом и осенью из всего того что отчего и плохо я пока точно могу сказать что это только полы но это это уже сейчас вот осенью а вот от чего летом и весной я хз ребята и мы не ходили не узнавали потому что в нашем счету и подружку не аллергик тоже не один и не два и не три случаев когда люди идут к доктору дабы выявить на что аллергия доктора мотаются по 35 анализов берут потом говорят вот идите там какой-то дорогой делает может он его делает может тогда узнаем по итогу так люди уходят оставив там приличную сумму денег и не выяснив на что у них аллергия поэтому мы не ходили туда однозначно так вот этот лосьон лориска пробовала и этот лосьон стоит у меня дома реакции 0 вот это было для меня самое важное я даже дома с аромками не парю потому что любая пофигу какая аромка все лориске будет приступ у меня дома голая база для парения а тут целый авто шейф и я на себя его наносил и она его на руки пробовала и на столе он стоит и вот это послужило мне тем что я от всей души надеялся что все-таки не будет никого у кого будет на него аллергия но вот к сожалению вот у андрея она проявилась я понимаю частной индивидуальной непереносимости тут в принципе то везде соломку не подстилишь но все же очень печально что это случилось и ребята не могу об этом не сказать что вот да такое все-таки может быть хотя андрей не предоставил никаких документальных свидетельств там фотографии то все в принципе я думаю что это ни к чему раз человек говорит значит так оно и есть но все-таки вот слава богу что это и один случай а все остальные положительные но о том что он есть я вам все-таки не мог не сказать потому что но для меня это важно также важно как и для вас раз уж лосьон зашел массы раз уж он людям понравился я как лицо заинтересованная знаете наверно что сделаю чтобы лишний раз в пургу не нести я вот из тех видео которые были я наверное куски по вырезаю которые описывают запаховые составляющие этих лосьонов и выпущу на канале отдельными двумя видео это не будут обычные видео по бритью это будет просто видео с описанием запаха вот и все и да кстати ребята еще одна хорошая новость если уж говорим за авто шейф костя вернулся костя с бритвы овер с ганзы и начиная с какого там 16 18 сейчас на ганзе можно купить наш авто шейф точно также у константином разделе только у него больше ни у кого нет у него на ганзу эксклюзив так что кому интересно можете вот константину точно также обращаться это помимо мужского материка помимо 207 мужского выбора и всех тех магазинов которые вы всегда ногу эликсир конечно вы можете увидеть по ссылке в описании по виде под видео ну а теперь маленько вопросов а потом будет опять блиц да ребята блиц у нас тоже будет сегодня так что маленько вопросов дмитрию михееву хочу сказать огромное спасибо за тот честный комментарий который у нас ставил под видео о бюджетном бритье в этом комментарии он говорит вадим спасибо спасибо за то что вот этим видео ты горит хоть как как глоток свежего воздуха дорогих вещей отвлекаешь но кругом всего голову космос какие деньги а тут за три копейки вроде как тоже мир бритья и можно нормально побриться и советует не останавливаться на только этом ролике дмитрий не остановлюсь во первых покажем все недорогие станки а во вторых там у нас еще есть недорогие то что их тоже притянем так что будем чередовать маленько этого маленько этого маленько этого этого . чего-нибудь да получится я думаю так вот в полосочку сделаем и должно быть пока по фэн-шу александр мне прислал сообщение в котором он пишет разносортицы при покупке россия рапиры платинум люкс дело в том что один одно лезвие он взял магазине другой в каком-то павильоне и открыв пачку на которой было написано рапира платинум люкс он нашел там совершенно другой лезвие рапира так чё там ну да рапира суперсталь как это произошло не он не я конечно же не знаем но ребята из своих наблюдений могу сказать что покупая не только рапиру платинум люкс любые другие лезвие любые другие предметы в сетевых ресурсах ваша там какие-то наподобие вот это вот вы сами себя подстраховываете потому что ашан никогда не будет работать с аэкометчиками у них не те масштабы тем пошли маленько что-то там нафигачили там через мелкие точки все это сбросили все они на несчастливы ашану это неинтересно ты иди попробуй сеть пробейся поэтому туда могут пробиваться только большие киты тем более ценообразование в этих сетевых магазинах она достаточно паскудная для производителя потому что все сводится к тому что если допустим вы приходите видите что-то на полке стоит 100 рублей это стопудово производитель это отдал где-то в районе там 30 35 а оставшие все накрутил этот сетевик плюс выплачивает не очень хорошо честно продано поэтому в сети можно зарабатывать только на объеме и те кто фейки делает им неинтересно будет работать с сетевиками даже если они туда пробьются вот вот так и об этом думаю еще один казус были чуть не сказал еще один казус случился с андреем у него роквелл 6 и любимые плиты 2 4 и дык ля ля резьба то на голове и навернулась я знаю что у некоторых ребят ручки резьба наворачивалась и они обращались производителю производитель все-таки что-то там делал и все это было хорошо здорово к сожалению 6 и роквелл 6 и и вообще вот вот это вот из какого металла она там не пойми сделанная в китае что 2 си что 6 и страдает этой фигней это уже как бы не один и не два и не 5 и не 10 случаев и слава богу пока производитель помогает но все же вдруг человеку по каким-то причинам но не с руки заниматься перепиской ну не в ладах не может не умеет нет возможности там нужно подчеркнуть причин может быть много так вот ребята вопрос в этой ситуации как можно поступить чтобы реанимировать это изделие потому что реально то его заменить мы практически не на что мы когда с андреем переписывались он там не сказал там эдвин джаггер 89 голова но ему ответил что да в принципе то почему нет возьми на четвертую плиту будет похоже он удивился он не мягкий такой андрей нет не мягкий роквелл заменить практически нечем я не знаю других таких станков как бреет роквелл это что-то особенное это что-то необычное кому-то это нравится кому-то это не нравится но факт остается фактом так как бреет роквелл нету других станков я не могу их назвать если кто-то может ребята назовите пожалуйста это одна особенность роквелла вторая особенность роквелла всеядность он бреет практически на всех лезвиях да со временем потом вы начнете разбирать что вот на этом лезви чуточку лучше на этом чуточку хуже но у него нет только характерной особенности как на других станках что если допустим отлично для меня я беру 89 голову могу вставить ну скажем так ну вот ту же самую рапиру могу поставить сносно будет не очень хорошо но сносно могу поставить ну скажем так персону даже могу поставить жилет профессионал могу поставить и будет хорошо но не дай бог мне туда поставить зеленую астру мне будет кирдык ля-ля реакция будет настолько негативная мне тут так все разнесет что это будет шо пипец это моя личная индивидуальная особенность потому что куча парней которым зеленая астра на 89 голове более чем заходит и им это нравится а уроквелла этого нет не сумеете вы найти такое лезвие чтобы вы поставили на этот станок и вам тут он аллергию засандалил но я так он еще не слышал если как у кого-то такое это было напишите в комментариях было бы интересно но для меня как вот на сегодняшний день так это нонсенс поэтому что можно сделать чтобы ренимировать андрей сейчас выходит вышел из ситуации что он там функу подмотал ну фум-ленту и вот так вот как-то более радикально и так чтобы раз и навсегда вот боксидки туда налить закрутить и потом раскрутить как-то сформировать эту резьбу или чё или как вот как как это можно сделать мне вот самому очень интересно геннадий постников ген спасибо тебе огромное он там привел в этом комментарии свой пример того как можно собрать бюджетный набор за счет того что он там два разных крема предлагает один арка другой знахарь все таки будет несколько отличаться цена но в общем и целом там что-то получается 260 285 рублей он на бумажке даже посчитал на расов очка утащила куда-то то есть ну цена даже не меньше 300 рублей я согласен теми ребятами которые говорят ребят ну боли ну как бы это совесть-то имейте нас на своем лице экономить до талого то не надо опускаться согласен согласен но все-таки вот благодаря тому что вот геннадий написал он там делает еще пометочку что не только нормального но и вполне себе сносного комфортного бритья то есть вот этот набор который он приводит его нельзя назвать каким-то там да он бюджетный но нормальный то есть вот как-то тут какие-то рамки приличия все равно соблюдены это нормальный бюджетный набор вот как мое мнение но если вы так не считаете ну тоже пишите ну как по мне так набор годный ну и все наконец-то мы дошли до близ опроса от пабло пабло вот неугомонная душа вот один блиц опрос на 21 вопрос забабашил а тут недавно пишет гриста я тебе еще приготовил но я думал уж эти то вопросы будут высосаны из пальца а нет практически все в точку и все обреки поэтому ну и у меня выбора нет я вынуждена на эти вопросы тоже ответить но у меня возник тоже вопрос пабло ты ты чего ты автобиографию мою пишешь откуда эти вопросы берешь от как они в одной твоей голове могут в таком количестве роиться тут и уже 42 вопроса на давал да это принципе на троих можно уже разделить это может даже на пятерых а ты один так что я даже думать не хочу что будет если ты на следующей неделе еще пришлешь 21 но отвечу конечно но блин тогда ты вообще конечно это рекордную книгу рекордов гиннеса можно уже будет побеспокоить первый раз такое встречаю итак вопросы от пабло станок после бритья необходимо промыть и высушить надо ли в этих целях периодически протирать его спиртом или перекисью на этот вопрос уже было отвечено там где было отдельное видео по поводу т-образных станков в том числе там касалось и гигиены со станком тут каждый волен поступать как он хочет нет не обязательно условия но абсолютное большинство насколько я знаю все сводит к тому что раз-две в три недели просто разбирают свой станок на составляющие берут легкий раствор моющего вещества с кухни в любимой подрезают и спокойненько так зубной щеточкой тыр-пыр восемь дыр там во все щели залезли бельный налет этот поутирали поубирали потом все это сполоснули протерли собрали все стоит но протирать протяжкой или нет но то зачем ты его не кому-то даешь вот если ты кому-то передаешь вот это да вот это уже другой вопрос а если все это в твоем видении то зачем я считаю это лишнее второй вопрос из общей массы станков были отчесть отечественные оригинальные идеи до были и у меня даже один обзор есть такой там маленький пластмассовый станочек под одно лезвие я у буржуинов такого не встречал аналоги да но вот именно такой конструкции чисто наши советские сделала какой-то кооператив что-то там такое то есть ну частное предприятие различаются ли бритвенная косметика мыло пришив и прочее по типам кожи нормальная жирная сухая да об этом пишут даже на банк насколько сильно техника бритья с лантом отличается от техники использования обычного станка это простой очень простой и очень трудный офигеть как трудный для меня вопрос откуда взялся слант слан взялся из того что большинство вас абсолютное подавляющее большинство неправильно бреются тэшками правильно это ты когда поставил дошел до рк и не просто тупо ведешь вниз как бреются все и я в том числе а делаешь стекательные движения короткими штришками тем самым ты не тупо в лоб долбишь свой волос отсекаешь его как коса литовка по мокрой траве и все у тебя будет счастье дабы избавить человека от этих лишних движений и был придуман слант виду того что его рк изменяют так что лезвие при закрутии при сборе станка сгибается и даже если ты прямо будешь вести у тебя возникает эффект не реза а кошение волос твой косится вот для этого были придуманы сланты но почему я говорю сложный потому что есть люди и на полном серьезе это думают что даже используя слант ты все равно должен использовать вот эту скользящую технику для меня это блин прям не знаю попа больно рука лицо я я я не знаю я этим и этим и простым и слантом бреюсь как обычно и я пробовал пробовал особой какой-то разницы для себя не увидел но другой стороны прекрасно понимаю что те люди которые об этом говорят они по-своему правы и я наверное просто не даю себе труда приучить себя так бриться хотя возможно так было бы правильно но то бритья которое получаю на сегодняшний день он меня полностью удовлетворяет поэтому нет у меня какого-то ощутимого стимула что-то менять и заставлять себя учиться переучиваться делать что-то по-другому вот был бы такой стимул вполне себе да может быть я и слантом и обычным станком брился бы вот этими движениями поэтому сегодня со своей точки зрения я могу тебе сказать что особой техники бритья лично для меня слантом не существует но есть люди которые говорят что она должна быть тоже точно так же поэтому вот вот и простой и сложный для меня вопрос приходилось ли бриться двухлинейными т-образным станком да есть присылал опасная бритва рф обзор есть на канале ощущение не из приятных там совершенно другой угол наклона лезвия там нужно держать совершенно по-другому станок и он естественно не стал моим фаворитом но я к великому своему удивлению обнаружил что сын одного моего хорошего знакомого александр царство ему небесное когда вот все то что александр давал отвозил обратно я увидел что у него на столике стоит этот станок он им бреется он для него самый лучший велик мир так что вот то что для меня невозможно для него по кайфу так что тут пока не попробуешь не узнаешь еще одно подтверждение техника бритья шоветкой опаской опасной бритвы одинаковые у брат не по адресу ты я тут вынужден попросить помощи зала и чтоб ребята ответили потому что со своей точки зрения я не могу тут ничего толком сказать я не шоветочники не бреюсь опаской у меня есть какая-то поверхностная информация которая естественно не дает мне права отвечать на этот вопрос вот по предварительной информации как я это понимаю техника практически одна и та же только шоветка она ближе она под меньшим углом под большим углом под более острым держится к к лицу то есть грубо говоря если ты опаску можешь держать в районе где-то 20 25 градусов то шоветку тебе нужно будет поднимать где-то до 10 до 15 вот это вот то что я знаю сейчас но на нормальный адекватный ответ я бы все-таки попросил ответить парни вас те кто бреется и шоветкой опаской то есть вот если есть разница в технике то в чем она заключается и насколько она велика вадим сохранился ли у тебя станок отца пользуешься ли им нет не сохранился потому что когда мне было 10 лет мама с папой разделись а когда я пришел с армии батя умер станка у него уже тогда не было так что ну вот как-то не получилось восьмой вопрос на сколько раз тебе хватает побриться 1 лезия рапиры и одного физера физер для моей щетина это где-то 3 максимум 4 раза рапира но я пробовал как-то но тоже на три раза вытягиваю 3 мне уже не понравился но ребят ну совесть то тоже надо иметь я пачку взял за 12 рублей если каждое лезвие буду растягивать на 2 на 3 раза так это насколько мне пачки то будет хватать это у меня получается расход за одно лезвие там в месяц там и 60 поэтому раз побрился выкинул раз побрился выкинул нормально хорошо два раза в неделю то есть 8 раз в месяц 8 в пачке 5 лезвий то есть если я буду каждый раз новое лезвие брать то у меня получится где-то 16 рублей 18 рублей на лезвие в месяц ну а если три раза каждым лезвие это что это рубль но как-то я не готов к таким жестким для себя поступком девятый вопрос если у тебя свой походный для поездок набор для бритья что у него входит если есть нет такого набора нет потому что часто не езжу но и тем не менее бытность когда уже увлекался вот этим начал увлекаться бритьем несколько раз были командировки сильно не заморачивался естественно я взял мюля походный и второй вариант вот между чем я выбирал это мюля синтетика дорожный помазок и где вот унес его и еще омега синтетика за 6 евро омега рассматривал потому что она миниатюрная мюллевский но он дорожный заточен под это поэтому в принципе то сам бог велел а что касается станков ребята я знаю что есть специальные дорожные станки которые выпускают их как бы дофига вот одна опасная бритва рф только сколько меркуров и всего остального прислала ребята они классные ну блин ну ты едешь дорогу ну тебе какая разница что дорожный прятать чтобы большой прятать да никакой совершенно это во первых во вторых ну по размеру не так уж сильно то они отличаются то есть ну я на размер не смотрел я брал тот станок который мне больше нравится хотя не исключаю что может быть и другая точка зрения что вот если есть у тебя специальный дорожный то его лучше и взять согласен вполне себе живое такое мнение потому что как правило дорожные они все имеют футляр то есть как минимум тебе не придется стану где-то там искать он у тебя в футляре и всегда все будет на месте так что вот кто хочет так кто хочет так это кто как хочет с детства помню надпись на обертках от лезвий промывать но не вытирать почему их нельзя вытирать угадать трех раз дрогнет предательски рука кровища во все стороны и все кто виноват будет то лезвие сделал нет я думаю что это просто дабы обезопасить себя но опять же это если рукой а если полотенцем если ты понимаешь что ты делаешь то протирая лезвие полотенцем ты никогда в жизни не порежешься и никогда в жизни не испортишь рк но это только в том случае если ты знаешь что ты делаешь посмотри на парней которые работают опасками которые их точат которые ими бреются он даже пену во время бритья вытирается салфетку и него и все нормально может они знают что делают а представь на секунду если какой-то без царя в голове это попытается сделать если рука он ее порежет если салфетка он попортит рк ну салфетки кирдык да но нарка зацепит он ее затупит до порезав салфетку он ее затупит точно так же как если ты заточенную опаску возьмешь порежу бумагу ты ее тоже затупишь так что вот может быть поэтому одиннадцатый вопрос бритье в армии вафельным полотенцем это байка или суровая правда жизни суровая правда жизни не всегда но бывало что так наказывали тех кто забивал на свою гигиену то есть он элементарно пренебрегал тем же самым бритьем не про пара не офицерский состав естественно это не поощряли но скажем так когда это происходило они просто закрывали глаза что делали брали вафельное полотенце там заставляли человека он им брился то есть шоркал до тех пор пока волос якобы с лица не уходил ну конечно не уходил что ему там будет но взамен этого человек получал ярко красный хохотальник то есть увечья травма назовите это как хотите то есть побриться вафельным полотенцем это синоним того что ну человеку просто обжечь лицо вафельное полотенце когда его сильно трешь естественно там утяжение возникает и кожа просто обжигается то есть и у человека в педагогических целях подразумевало что будет зарубка то есть или вот тебе станок или вафельное полотенце побриться ты должен то есть вот у человека появился выбор или станок или полотенце умные соображали быстро но больше двух раз я не помню чтобы кого-то брили вафельным полотенцем 12 вопрос как рядовые коренные американцы относятся в целом к россии и русским верят медведей пьющих водку с мужиками и играющих на лайках и прочую клюку ты наш от сети американцы с которыми я сталкивался это настолько классные люди простые американцы которые вот так вот просто живут это то вот сейчас выйди на улицу те люди которых ты увидишь вот это простые люди вот если про таких простых американцев то в принципе они свою информацию черпают конечно же из зомби ящика на веру не берут даже если там про нас бывало что там помоями поливают нет приходит просто правда ну и ты объясняешь ну ржут и ржут над медведями смеются некоторые даже верят подавляющее большинство не знают где находится россия по части географии американцы это не самый сильный народ по поводу общего характера да это классные люди там как в любом другом народе нельзя сказать что вот это вот нация такая вот это вот нация такая суки гандоны модозвоны шки всякие разные это не национальность это состояние души и они могут быть в каждой нации так и сталкивался ли с такими американцами до бывало иногда это виду природы человека но он сам по себе такой то есть он вырос таким иногда было какое-то непонимание самого начала но в большей части ну за все время у меня было там пару стычек вот такого рода один раз на дороге на друг друга не поняли а второй раз в магазине то есть там тоже ну гандонистый такой мужичок попался хоть и этот негр но тем не менее а все остальные это не то чтобы дужки это адекватные нормальные они с ними можно о чем угодно поговорить они могут над тобой поржать потому что ты чего-то в америке не знаю что может над ними поржать когда они тебе что-то говорят про россию а ты говоришь ну ребят это маленько не так это вот так обычные хорошие нормальные люди отношения вообще великолепные что у меня больше приятных воспоминаний осталось ты бы не спросил я про неприятные не вспомнил бы даже то есть впечатления самые-самые 13 вопрос чем минусы готовых кремов для брития тюбиках и пену баллончиках до побриться можно по большому счету тем и тем минус кремов в тюбиках для меня очень большой существенно заключается только лишь в одном запах если баллон у тебя не будет запах ты когда бреешься да ты можешь торчать от этого аромата как кулик на болоте там и просто песни петь и тебе просто в кайф ну как только ты закроешь баллон все запаха нет ты убрал а мыло нет мыло ты открыл и все все брат процесс пошел ты так его ух ты были на водичке так а потом по мазочкам то там тыр-пыр восемь дыр она у тебя как ух и все еще пахнет и все еще работает а потом на лицо и на лице она дает тебе вот это вот все просто ощущать как каждой фиброчкой своего тела а потом после того как ты побрился ты просто берешь его промываешь холодной водичкой дабы убрать вот все вот эту пену которая осталась после того как ты забирал это мыло и тебе нужно просто взять на пару-тройку минут перевернуть а запах все еще идет три минуты прошло вода стекла ты его переворачиваешь надо же высушить сырое мыло ни в коем случае нельзя закрывать но чтоб там затклость вот этой сырости не было и вот она у тебя стоит три часов полтора два три а кто-то и дольше оставляет может даже до утра и все это время оно пахнет и пахнет не чем-то там а тем твоим любимым запахом который ты себе выбрал ты же не будешь какашкой брить правильно ты же берешь то что тебе по кайфу вот 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 этим оно и пахнет ну и все вот эту технологическую цепочку отмотай на базат вместо мыло поставь крем и и все урбанизация угода сервису открыл кайфанул закрыл все удобно да почему нет но невкусно ну а за пену баллона даже говорить не хочу мне кажется знаешь вот живая вода и мертвая вода так вот пена в баллонах это мертвая вода то есть не кокосовая да и можно побриться да где-то она тебе там сэкономит возможно время но она не даст тебе пищи для ума заряда для души и того знаешь внутреннего пути мне покажи хоть одну пену которую берет нормальный мужик чтобы побриться наносит а у него сука мурахи по всей шкуре есть такие пены назови мне ее я не знаю таких пен я не слышал о них никогда а промыла более чем вагон и маленькая тележка вот тебе разница вот в этом именно разница есть но лично для меня кто-то другой может быть но что-то еще может сказать да больше чем уверен что скажет но пацаны то молчать не буду 14 вопрос приходилось ли встречаться такой экзотикой как помазки изготовлены на местах не столь отдаленных наборная ручка из плексиклаза например нет нет ни разу даже не слышал ножи до кольца перстни но всякие вот такие штуки там ложки да но помазки нет 15 вопрос следующий вопрос тоже из серебряк реально ли бритье топором или это очередная история про то что челябинские лесорубы настолько суровы обычный топором с обычной заточкой ты никогда не погреешься не получится вот если ты специально заточишь этот топор туда побреешься очень легко чем разница разница в угле заточки потому что для того чтобы побриться тебе нужна очень острая рк и стойкая более-менее это конечно же соотношение угла заточки той стали из которой он сделан сам клинок потому что если слишком мягкая она долго эту заточку не будет держать если слишком вот такая знаешь ух такая сталина хрупкая будет но тоже хорошего это ничего не будет а топор топор это же инструмент которым нужно колоть дрова рубить деревья сучки ветки не более чем если ты вот такой угол заточки как для опаски сделаешь на топоре но один раз ты успеешь ударить и все второй раз топор уже будет тупой не кокосовый поэтому угол заточки на топоре совершенно другой не путать топор и колдун если вы берете колдун это не тот инструмент которым нужно рубить деревья ветки или еще что-то это специальный инструмент которым колят дрова там угол заточки еще меняется совершенно так вот если ты возьмешь топор и заточишь под тем углом который тебе хоть минимально хоть как-то даст побриться туда почему нет конечно а если ты взял обыкновенный топор острый топор но обыкновенно без специальной заточки но хотел бы посмотреть на тебя или на того человека кто будет им бриться но будет просто водить и вводить а толку то ну ноль совершенно 16 вопрос насколько большое значение имеет вес ручки станка большого а громадная вплоть до того что на имховом уровне станок бритье будет тебе нравится не нравится на физическом то есть вот во время бритья уже дело в том что центровка станка она имеет большое значение если допустим центровка смещена в голове или находится в первой трети в окончании первой трети то во время бритья ты спокойно беря за вторую треть можешь просто отпустить и угол вернее центр тяжести будет падать на голову и тебе легче будет бриться а если у тебя центр тяжести будет смещен ближе к ручке то есть ручка по бабашкой там вот такой или еще что-то и который явно перевешивать то есть вот здесь вот где-то будет центр тяжести для того чтобы тебе бриться тебе нужно будет поддавливать на голову да все из нас все равно давят кому как нравится кто-то давит кто-то не давит нельзя ходить станком без спины но многие ходят и я в том числе это уже вырабатывается в процессе бритья то есть выбираешь те способы которые тебе в оптимальны но тем не менее ручка на все это влияет дополнительно легкий станок очень многим людям не нравится а очень многим не нравится тяжелый станок лично для меня золотая середина где-то вес станка вместе с ручкой где-то пределах новым от 90 до 140 130 вот так вот если по чесноку то есть вот в этих пределах свыше 140 до могу но уже как-то знаешь цимус теряется легче 90 до могу но нет ты знаешь при вере в такой приятной уверенной чажести в руках уже вот этого нет хочется испытывать именно то чувство которое вот я привык с тяжелой ручкой поэтому тяжелая ручка да конечно же она влияет на бритьев ну и раз уж говорили за ручку то узор на ручке тоже очень сильно влияет на бритьев он может его как упростить так и осложнить если вдруг насечка такова что у тебя станок начнет прыгать как кусок мыла в руке если не дай боже у тебя рука чуть-чуть мокрая или умыли то это конечно нехорошо 17 вопрос влияет ли теплая горячая вода негативно на остроту лезвия я думаю что нет теплая горячая вода ну теплая но теплая в моем понимании это 25-30 градусов от теплая вода горячие горячие моем понимании это 35-40 45 градусов и 45 это уже горячая будет такая прям но я не стал бы бриться при такой температуре и вот это колебание в 20 градусов как ты сам думаешь ну да я понимаю что у каждой стали есть свой коэффициент расширения там то все 5 10 но тем не менее это слишком маленький порог если бы было допустим минус 20 плюс 60 то да там бы металл контузила из одной стороны кидала бы из одной крайности в другую сильно и конечно же бы там все менялось а тут всего 20 градусов 25-45 я не думаю что как-то сильно влияет насколько сильно советские станки отличаются по качестве изготовления своих зарубежных аналогов это какие сейчас вообще станки не производятся те что были раньше ну тоже все зависит когда его выпустили в каком году начале месяца в начале квартала или в конце месяца в конце квартала то есть до сороковых до 50 до 60 до 70 до 80 годов это все имеет значение точно также как имеет значение вот в опасках он допустим возьми такую широко известную опаску как труд ватча то есть великолепная многие на этом бритве сидят и хвалят и благодаря тому что она им нравится и вот эти все зарубежные буржуинские они как бы и нафиг не нужны совершенно но тоже имеет значение когда эта бритва была выпущена абсолютное большинство людей которые обладают этими бритвами склоняются той точки зрения что труд ватча самый оптимальный самый шикарный самый обалденный вариант если она производством по моему до 1954 55 годов а если вот уже после того как то там уже якобы пошла какая-то другая стали там уже маленечко да хорошо но уже маленечко не то то есть вот все это имеет значение к сожалению я ни одного истинно российского русского станка не знаю все это было притащено с запада дедушка жилет конечно же своими изделиями очень сильно выступал законодательной моды но так чтобы вот с нуля типа как вот роквеллы или еще кто-то ну возможно будут но пока я таких не знаю них а кстати раз уже опаски заговорили ребята кто ищет себе хорошую обалденную раритет на опаску ребята по ссылке по записанием под видео зайдите пожалуйста на канал константина канал разошар сочи костя так вот он только свеженькое видео выложил у него там было 10 но у сейчас уже 7 но тем не менее пока еще там что-то можно выбрать посмотреть сходите посмотрите мне там одна с вогностью на одну четвертую так наш почти клин так понравилось красивая такая ну если кто-то ищет опаску возможно сейчас вот как раз тот момент когда вы можете пойти просто приглядеть пока не еще есть то что пройдет день два три недели и сейчас тоже 10 до 7 усохло а потом вообще все повысыхает короче кто ищет сходите посмотрите 19 общаются ли между собой youtube блогеры каналы которые посвящены бритью да да общаются вполне себе насколько я знаю ну то есть какие-то я допустим вот к стасу с александром время от времени заглядываю на канал что с александром ко мне заглядывают то есть но переписываемся что-то я им отсылаю на посмотреть на попробовать что-то они мне присылают ну то есть вот в данном случае конкретно вот у нас это так за других ну тоже общаются тоже чё вполне себе ну как это со стороны по крайней мере видно что да общаются 20 много ли подобных youtube каналов сша да да прилично я думаю что больше чем у нас но у крупных крупных их немного то есть крупных может наверно все-таки парочку назвать можно штуки три это крупная имеют это 30 40 50 подписчиков тысяч мелких но мелких вообще дофига но кто на них будет смотреть потому что там он мелкий есть мелкий у него количество просмотров маленькая и даже вот так вот чтобы просто найти его в ю тубе это знаешь сколько времени нужно потратить а как правило youtube подсовывает те которые с большим количеством просмотров поэтому с большим количеством люба с большим количеством комментариев поэтому когда блогеры говорят ребята там не забудь подписаться нажать колокольчик там если видео понравилось поставь свое любо и там комментарий напиши это все не случайно это все способствует популяризации и распространению этого видео а через само видео опосредованно и самого канала потому что человек посмотрев сторонний какой-то это видео он заходит на канал смотрю и оперный театрэш все это искала ну вот он и все и вот человек пришел чем меньше люба чем меньше комментариев ну тем тем хуже для видео так что вот как то так и наконец последний 21 вопрос отечественные маловары достигают достигают вкусности и бомбически своих изделий на уровне того же табака или пока такие вершины им не покорены если у наших что-то что зашло тебе на 200 процентов есть 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 табак это это баян потому что табак продукция неординарная табак продукция однозначно годная качественная но как такие знаешь хитовые предметы тоже самое про раса они часто делят сообщества пополам то есть одно сообщество кричит лучше табака ничего нет мыло а а другой молчит потому что если она не будет молчать скажет да чего в этом табаке были но она не говорит ничего потому что если она что-то скажет она расстроит то сообщество но люди вежливые все тактичные расстраивать не хотят поэтому просто молчат я из той половины которая молчит то есть я чего-то там такого нет такого не вижу а что до тех мыл которые делают у нас в россии которые знаешь так было просто больной бомба до встречалось такое я его отослал именно потому что она хорошая урмаса эстония это было наверное где-то уже сколько два месяца три-четыре назад и после того как урмас получил это мыло слушает я участвовать им бреюсь я понять не могу ничего все горит у вас в россии бегают от за этими которые там англичане американцы то есть вот же горит охренеть какое мыло причем мне было совершенно все равно что он об этом или скажет потому что ну я знал что она хорошая поэтому тормоз чтобы делать приятная это слал а он сам попробовал фото сам не это пишет кто такой урмас урмас это человек который в бритье не новичок который бреется как опасками так и т-образными станками которые обрети очень-очень много знаю тот человек с которым мы очень часто субботу воскресенье разговариваем по скайпу и в том числе и на темы пара и по бритью конечно тоже так вот это мнение этого человека а знаете какое мыло было от инны да да от нашей инны она выпускала как-то серию в такой подарочной вот урмас если увидит это видео у нас напиши еще раз название у меня в голове только осталось что это подарочная упаковка и она запахом моего любимого то что я хрен кому отдам потому что вот и на огромное тебе спасибо большое за то что ты меня вот балуешь такими вещами это такое мыло которое готов дырочку просто лить вот так вот здесь повешать и так вот раз и понюхать так раз и понимаешь так для меня это наркотик это вот так вот пахнет это мыло пахло точно так же и классно классно к сожалению не так уж часто наши артизаны балуют нас вот такими вот мылами неудачи случаются у всех и у светланы дыко и вины тоже они были но то что делает честь нашим артизанам это то что учитывая свои промахи или какие-то недочеты они все это исправляют и начинают делать все лучше 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 и лучше и лучше так что ребята я не теряю надежды что то что и на дело она продолжит это делать и у нас будет еще что-то очень и очень и очень интересное ну вот как то так все это был последний 21 вопрос от пабло не орланда и запомнил ребят на этом же я хочу с вами попрощаться и наверно пошли уже блица ну а вам всем добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дай вам бог здоровья пусть когда всегда всегда все будет хорошо ну и до новых встреч пока пока подписывайтесь на канал